Уважаемый Викторович Александрович, спросите, вы не в Википедии, не участвовали в Википедии, не пишете статьи в Википедии? Я не говорю, что статьи? Да, в Википедии. А, в Википедии? Нет, я не пишу. А почему? Вы очень цеплены, если все высли, не изучение истории, а это вопросы, которые очень нужно разрешить. Я знаю, и у вас больше есть, и у вас немцев будет со временем, еще какие искажения, наверное, пути за. Так, немцы, где? У меня есть вопрос. Вы говорите о том, что в проемном образе прошло, но это деятельность, которые занимаются дискретно, где написаны академические стабилизации, дилетанты, мардиналы. Вопрос такой. Вы считаете, что корректным деление истории на науку и церковь наука, или, как иначе говоря, церковь наука, это термин философии науки, который корректно написывает самоконность определенных установок в местах и так далее, или это идеологически, как в вашем мире? Понимаете? Вопрос в самую точку. Очень правильный вопрос. Я считаю, что термин наука и церковь наука, и церковь наука, они имеют право на существование. Вот, где я готов поспорить, это там, где... Понимаете, эти вопросы историки исследовали, но некоторые историки считают, что мы можем провести жесткую границу. Вот здесь у нас наука, а вот здесь у нас же наука, и мы легко можем их отличить. Я в своем выступлении уже говорил о том, что, к сожалению, граница здесь очень зыбкая, граница легко проходимая. Вот это и создает огромные сложности. Поэтому это вот такая серая зона, куда может заступить и специалист, и где находится и непрофессионал. Я могу детально об этом рассказывать, потому что, видите, со временем у нас очень тяжело, но я думаю, вкратце я на этот вопрос ответил. Так, и еще крайний вопрос. Скажите, а надо ли вообще найти нейтрального ученого, который может заниматься техническими... И вообще, не мой вопрос. Фактически человек, который в разуме показывает заинтересованность, он фактически уже лимитарный. В таком случае не было бы правильным действительно альтернативное мнение, вот это будет навязываться в Советском правительстве, выгодное обеим конституционным сторонам, для того, чтобы избежать серьезных реакторизма. Ну вот, видите, опять же, правильный вопрос. Ну, собственно, моя позиция была, как бы, позиция третьей стороны. И моя идея была в том, чтобы показать, что, вот смотрите, вот этот парадигм, вот этот путь, он ведет в тупик. И он всех ведет в тупик, и одну, и другую, и третью сторону, которые идут по этому пути. Моя идея была в том, что надо сменить противу. Надо всерьез задуматься о том, что мы делаем вот в этом поле, и к чему это нас ведет. К сожалению, вот я, у меня много, так сказать, критиков, которые выступают в интернете, которые, вот именно, вот эта позиция со стороны им не нравится. Потому что, им было бы проще, если бы я поддерживал какую-то одну сторону. То же было бы ясно, что я поддерживаю этих, я не поддерживаю этих. Но, но их особенно, знаете, ярость вызывает именно то, что вот человек хочет, как бы, возвыситься над сваркой. Вот это, это поразительно. Но это, я говорю, вызывает особую ярость. Но что тут поделать? Вы знаете, там, где спокойная ситуация, этническая, а в современном мире и так уж много районов можно найти таких. Там, в этой сфере, ну, происходит довольно спокойное обсуждение. Кроме того, обсуждение спокойное происходит в какой-то третьей стране. Понимаете, когда американцы, там, англичане, французы, вот изучают наш регион, изучают вот эти вещи. Они это обсуждают очень спокойно, очень спокойно в тонах. И обсуждают очень правильно, на самом деле. То же, вот как бы, возвышаясь на сварке. Но когда ты находишься здесь, внутри, вот тут, это настолько тонкие материи, они настолько затрагивают эмоции национальные и экзаменациональные, правильно ли я, что мало кто способен, так сказать, абстрактироваться, отойти в сторону и посмотреть на это со стороны. Вот в чем проблема. В итоге, получается, кто больше набрал материалов по определенной теме, тот фактически является носителем определенного мнения. То есть фактически, получается, что инферия в этом случае будет как раз заниматься сбором информации, как раз будет тем третьим лицом, о котором мы сказали. У меня это делал нематериалов. Я об этом тоже много думал. У меня все много. Понимаете? Я когда-то, я по наивности считал, что действительно можно изложить какую-то версию, которую радикальные националисты не смогут использовать. И теперь я вижу, что я заблуждался. Использовать могут любые данные, любые материалы. Но в этих всего, в этих не много. Почему? Потому что есть такой момент, как интерпретация. Вот интерпретация. Потому что, пойти, еще наскорее, что такое исторический факт. Вот не специалисты, но раз я считаю, что это нечто такое действительно вот твердое, хорошо, так сказать, которое можно четко определить, но история, которая работает, он тоже понимает, сколько здесь субъективизма, как добываются эти исторические факты, как они интерпретируются, как они, так сказать, сводятся воедино. Особенно, если здесь идет о лингвистики, о лингвистических фактах, где очень много гипотез. А в археологии, где еще больше гипотез. Вот. А все интерпретация. Поэтому материалы, конечно, хорошо. Много материалов еще лучше. Но я повторяю, что самое больное место – это интерпретация. Все. Большое спасибо.